МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале в студии Анна Семенова. Здравствуйте. Выходные длиной в 9 дней. Президент Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При необходимости вынужденную изоляцию продлят главам регионов с тяжелой эпидобстановкой. Рекомендовано отправить население по домам уже с субботы 23 октября. На сегодняшний день лидеры по вакцинации – Подмосковье, Москва, Тыва, Чечня, Санкт-Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область. Хуже всего ситуация в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Камчатке, Татарстане, Томской области, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинской области. После нерабочих дней региона должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов. Также Путин поручил увеличить объемы и скорость тестирования и призвал брать больничные и сидеть дома, если в семье кто-то заболел коронавирусной инфекцией, даже если дел не в проворот. Одобрил глава государства идею двух выходных для прохождения вакцинации. Для бизнеса готовится новый пакет господдержки. Путин поддержал идею возобновить программы кредитной поддержки бизнеса, которые действовали с марта по июль, и запустить выплаты малому и среднему бизнесу в объеме один мрот на одного сотрудника. В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса. За сутки скончалось 1028 человек. На Белгородчине умерли еще шесть пациентов. Как сообщили в департаменте здравоохранения, ковид забрал жизни двух староскольцев Губкинса, жителей Белгородского, Карачанского районов и Гроворонского округа. В статистике летальных случаев региона 1256 человек, в Старомосколе 348. За очередные сутки на Белгородчине выявили 301 положительный тест на коронавирус. Сегодня в ковид-госпиталях области 2135 пациентов, в том числе 121 на ИВЛ. Еще более 4500 человек находятся на амбулаторном лечении. Полный курс вакцинации прошли 730 248 жителей региона. Пандемия продолжает вносить коррективы в привычную жизнь. Сегодня для посещения многих учреждений требуется предъявить сертификат о вакцинации. А глава администрации округа Александр Сергеенко впервые провел личный прием граждан не только визави, но и по телефону. С теми, кто записался на встречу, но к назначенному дню заболел, не успел получить QR-код или не смог присутствовать по другим причинам. Организовать производство бумажной упаковки в Старомосколе. С такой идеей на личный прием к Александру Сергеенко пришел Владимир Салиев. Причина проста. В полиэтиленовом пакете все плесневеет. Да и вообще это вредно для окружающей среды. У вас есть рычаги давления. Сергей Чеботарев обратился с просьбой кронирования аварийных деревьев на улице Юбилейной. Большие деревья, которые необходимо хронировать. Тополя? Пирамидальный тополь? Нет, там вязы. Вязы, по-моему. Там два в двух местах в одном месте есть. Ну выйдем, посмотрим на следующий год. Этот район полностью с Иваном Михайловичем мы договорились в январе, чтобы он туда вышел и полностью проанализировал. Сейчас мы его проверим как раз весь, что какие это, и ту сторону подчистим. На приеме также поднимали вопросы социальных пособий, строительства водопровода, газификации, определения гранит земельного участка, помощи погорельцам и ремонта дорог. Елена Гладких из Воротникова просит заасфальтировать съезд с восточной объездной дороги на центральную улицу села. Сейчас там просто укатанная местными жителями грунтовка. Вот здесь мы делаем остановочный карман и просят сделать дорогу, связывающую, тут нет. Мы проработали по кадастру, на самом деле земля свободна, мы как бы можно попробовать. Сейчас стоимость считаем, надо посмотреть, дефектно-ведомость оставить. Но ее тут как объекта дорожной инфраструктуры не было никогда? Нет. Работы на самой центральной улице Воротникова, где асфальт давно требует ремонта, назначены на 2023 год по программе «Безопасные качественные дороги». По словам Елены, еще два года передвигаться там просто невозможно. Огромные ямы. Однако жители села могут рассчитывать, что асфальт у них заменят раньше. Дело в том, что в нынешнем году в Старом Москве сработали сопережения и уже выполнили план на 2022 год по ремонту дорог. Ваша эта улица полностью, она в БКД 2023 года, то бишь мы ее сделаем в 2022 году. Но мы рассмотрим это обращение и по ямочному ремонту этого года, что там возможно сделать, чтобы перезимовать и тянуть, будем так говорить, до следующего года. Практически каждый третий вопрос на приеме касался строительства или ремонта дорог и тротуаров. БКД. У нас есть 229 миллионов в границах города проспекта Угарова полностью. У нас есть 200 миллионов, которые я защитил. И есть еще 65 миллионов, которые дополнительно там еще на дороге. Вот берите, считайте. И это не последний объем дороги, финансированный дороги. Он еще будет. То есть если мы по этому году сейчас зачистимся, справимся с доп. объемами, справимся, будет еще. Вода после небольшого дочка стоит и люди по щиколотку преодолевают ежедневно, потому что другого хода от этих домов нет. У нас когда в плане работ этот Олимпийский Тринца? Мы все посчитали предлагать на следующий год. Кстати, часть проблем с дорогами староскольцы могут решить с помощью инициативного бюджетирования. Сегодня я хотел бы увидеть инициативу этих жителей. Села Готовье. Сделать дорогу. 1300 метров погон. Все. И включаем ее в инициативный бюджет. Галина Будкова с улицы Рябиновой в мае обращалась на прямую линию президента страны по поводу работы почты. Зарплаты низкие, почтальонов нет. Соответственно, нет и корреспонденции. Пять лет у нас на улице Рябиновой и вообще вокруг нет почтальона. Рябиновая – это новая застройка ИЖС. Три улицы длинные. От завода АТ до объездной дороги, до заправки. И почтальона нам не дали ни ставки, ни полставки. Не увеличили зарплату почтальону, который обслуживал частный сектор до этого. И в итоге почтальон на течение пяти лет не держится. Больше, чем один месяц. Сейчас почтальон есть. Местные жители переживают, что опять ненадолго. Только вот вмешиваться в дела коммерческой организации и поднимать зарплаты Сергеенко не имеет права. Всего на прием главе записались 18 человек, но не все смогли прийти лично. Кто-то заболел, кто-то маломобильный, кто-то еще не получил QR-код. С ними руководство округа общались по телефону. Одни проблемы смогли решить на месте, по другим нужен более детальный подход с запросами документов или выездом на место. Мария Шелепова, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, 9 канал. В селе Потодань начали ремонт участка дороги, который был запланирован еще на конец марта. Будет обновлен отрезок в 330 метров от местного Дома культуры в направлении к храму святого великомученика Георгия Победоносца. По обочинам обновленного полотна устанавливают бортовой камень. По словам представителя подрядной организации, строители сделают и ливневки. Работа на объекте ведет Белдорстрой. Асфальт укладывают в два слоя – выравнивающий и финишный. Также решается вопрос о том, чтобы продлить обновление дороги до местной школы. Елена Тращенко назначена главным врачом областного наркологического диспансера. Предыдущие четыре года она руководила Старооскольским центром специализированной медицинской помощи, психиатрии и наркологии. В областной столице Елена Геннадьевна сменила Елену Аносову, исполнявшую обязанности руководителя учреждения с июля нынешнего года. А с сегодняшнего дня исполняющим обязанности главврача Старооскольского наркодиспансера стал заведующий отделением медицинского освидетельствования на состояние опьянения Александр Бредихин. Он работает в этой сфере почти 35 лет. Практически с создания наркологического отделения в Старом Осколе. Портрет, который пишут 800 лет. История святого благоверного князя Александра Невского на протяжении многих веков сохраняется культурной и творческой памятью. Старом Осколе его имя носят кафедральные соборы, спортивные школы Олимпийского резерва, дворец спорта. Невскому посвящают литературные и музыкальные работы, возводят памятники, пишут картины. И стремятся воплотить не столько портретное соответствие, сколько мощный образ, наполненный силой и любовью к родной земле. Известный старооскольский художник, народный мастер Белгородской области и России Владимир Лобынцев завершает работу над графическим портретом великого воина и покровителя земли русской. Идея обратиться к образу исторической личности принадлежит местному журналисту и краеведу Николаю Черных. Николай Черных – журналист и в целом неравнодушный к истории страны и края человек. К 800-летию, со дня рождения великого князя и святого русской православной церкви Александра Невского, он решил создать его портрет. Сам не художник. Попросил помощи у народного мастера России Владимира Лобынцева. Тот не отказал. Очень весомый, можно сказать, глубокий. Я чувствую, что ответственность очень большая, чтобы подойти. Ну, как-то вот Николай Иванович смог меня убедить. Говорит, давай попробуем. Давай все-таки попробуем. Ну, я думаю, ну давай, как говорится, лиха беда начала. У народного мастера и живописца уже был опыт обращения к образу великого князя. Но, по словам самого Владимира Ивановича, работе чего-то не хватало. Выстрелил свою работу в Воронеже. Ну, как раз там было гашение марок, связанных с 80-летием, со дня рождения Александра Невского. Ну, и это же было начало от того, что меня уговорил Николай Иванович. А это уже как бы продолжение, второй вариант, который сейчас графически идет. Чтобы работа была более одушевленной, решили рисовать с натуры. Кольчугу и шлем 13 века предоставили товарищи из клуба реконструкторов. Одна из главных сложностей – облачиться в этот наряд. Стальная защита вся промаслена и весит около 20 килограммов. Головной убор – три. В таком образе Николай уже пятый раз. Каждый сеанс рисования не меньше часа. Трудно перевоплотиться в такого великого человека, полководца, князя. Многие очень мечтают почувствовать себя в одежде, не побоюсь этого слова, в шкуре, того или иного исторического или киношного персонажа. А здесь речь идет о символе русской государственности. Портрет полководца выполнен в графической технике – углем. Работа почти закончена. В планах Николая и Владимира показать картину на выставках. Анастасия Иконникова, Роман Стариков, Илья Самсонов, 9 канал. Молекулярная кухня и технология «Сувид» – такие блюда в старооскорских ресторанах пока не подают. Попробовать их можно только в местном техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса. И то лишь, если вы его студент. Секретами высокой кухни с будущими кулинарами делятся опытные педагоги. А сегодня, в день повара, они принимали экзамен у тех, кто прошел здесь двухмесячные курсы. Студенты выносят тарелки с мясными рулетами и соусом. Одни выставляют на витрину, другие попадают к экспертам. Вкус, вес, внешний вид, оформление, температура блюда и даже температура тарелки – критериев, по которым повара со стажем оценивают изыски кулинаров начинающих – множество. Чтобы приготовить пасту с соусом, птицу с гарниром и десерт, отводилось 4 часа. Экзамен сдают пятеро оскольчанок. На курсы переподготовки в техникум агробизнеса, кооперации и сервиса их направили от центра занятости. Два месяца интенсивной учебы позади, время смотреть, чего достигли девушки. На каждого студента определенная рабочая зона, в которой есть все самое современное новое оборудование – параконвектоматы, индукционные плиты, производственные столы, миксеры, блендеры. Всего на курсах занимаются 20 человек. Профессия повара сейчас мега востребована. Интересно, что половина студентов – парни. По словам педагогов, повар – профессия не застывшая во времени, а идущая в ногу с ним. Сейчас очень много направлений. Это и молекулярная кухня, и приготовление су-вид, то есть когда готовят при низких температурах для того, чтобы сохранить качество, сохранить вкусовые свойства продукта. Метод су-вид используется, когда вы в течение специального аппарата, в течение 7-8 часов делаете мясо, и если закрыть глаза и его разрезать, такое ощущение, что оно очень нежное, тает во рту. То есть можно даже не определить, что это мясо. Говоря о молекулярной кухне, Татьяна Постникова имеет в виду не абстрактную, где-то там, в богемных ресторанах существующую, а ту, которой учат в Староскольском техникуме агробизнеса кооперации сервиса. В ресторан человек приходит, хочет праздник, хочет фейерверки, и блюда совершенно другие. Оформление блюд сейчас имеет большое значение. Молекулярная кухня из сока можно сделать, допустим, икру. Из свекольного сока или соевого соуса мы делаем икру. Это тоже модно, это тоже интересно. Это же просто метод, это не то, что специальное оборудование. Это просто метод, на самом деле не сильно сложный. Ребята наши этим занимаются, и на кружковой работе мы это делаем. Подход к приготовлению еды меняется, и блюда, знакомые с детства, также меняют название. Те же макароны всё чаще называют пастой. Дань моде оказалось нет. Это не совсем макароны, то есть каждый делает по собственному рецепту. Не обязательно это просто яйцо, мука и вода, как мы привыкли. Добавляют и мак, добавляют, допустим, пасту томатную, добавляют сок свеклы, чтобы паста была разнообразной и по вкусу, и по качеству. Паста по вкусу у каждого человека разная получается, потому что вкладывают душу, сами замешивают, сами высушивают, варят и добавляют свои собственные ингредиенты. Первая пятёрка будущих поваров тест на профпригодность дала. Все блюда после дегустации, как и положено на экзамене, утилизировали. Лариса Ульяненко, Роман Стариков, Илья Самсонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я, Анна Семёнова, прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. С четверга мы окажемся в тёплом секторе североатлантического циклона. Погода станет ветреной, зато температура повысится до плюс 17. Так что возвращаем шапки на полки и продолжаем наслаждаться осенью. Сейчас оскол как никогда яркий. Сочно-жёлтые, зелёные, алые, бордово-винные, салатовые, оранжево-апельсиновые. Словно невидимый художник брызнул на листву краски. Алии и скверы стали бесплатными фотозонами. Торопитесь запечатлеть эту красоту. Совсем скоро очарование сменят другие пейзажи. А пока ловим солнечные лучи. 21 октября воздух прогреется до плюс 14-16. Атмосферное давление 740 мм штутного столба. Атмосферное давление 740 мм штутного столба.